Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам у нас в гостях человек. Говорим о культурных трендах, о нашей современности и о профессиях. Вот у нас очередная передача из цикла «Социология профессии». И сегодня у нас профессия «Учитель». И в гостях у нас один из самых, наверное, известных учителей нынешних. Это Евгений Александрович Ямбург, директор Центра образования номер 109, более известного как «Школа Ямбурга», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии образования. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и вы знаете, начну с того, что, как всем известно, была франко-прусская война. И вот в 1866 году было такое важное сражение в этой войне, битва при Садове. Есть Бисмарку приписывает такое выражение «Битву при Садове выиграл прусский школьный учитель». Это выражение, собственно, говорит о важности образования и школьного учителя в частности. Ну так вот, к вопросу о том, какую битву может выиграть русский школьный учитель, российский школьный учитель. Что это за фигуры сегодня, школьный учитель? А откуда они берутся? Какой, собственно, средний, вот, я не знаю, профайл нашего учителя? Потому что я смотрел статистику, это в основном женщины и в основном старше 50 лет. Ну, если уж речь осталась о Бисмарке, это фраза там, то ли она мифическая, то ли нет. Ну и приписывают Бисмарку, да. А я знаю его настоящую фразу. Да. Я могу даже сослаться, но не в этой передаче. Вот он имел опыт вообще, кстати говоря, и общение с Россией, будучи послом здесь довольно долго, да. Вот он однажды сказал замечательную вещь, что тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы. Это очень серьезная история, потому что я вообще глубоко убежден, что педагогика сегодня в стране гораздо важнее, чем экономика. Это не очень понимают. И я убежден еще в одной вещи, что у нас многое валится из рук, не потому что экономические модели плохие или какие-то иные. Хотя я понимаю, что вы работник высшей школы экономики, прежде всего, да. А потому что разрушилось то, что в 1914 году Осип Милич Мандельштам ценности неизболимая шкала. То есть разрушилась шкала ценностей. И именно это и не дает нам возможности сделать и нормальную экономику, и нормальное государство. Ибо действительно такой рак, который разъедает. И, по сути дела, вот я какую-то, не помню, читал сейчас экономическую работу, японскую. И вдруг я просто улыбнулся, потому что там было написано буквально следующее. Что главным фактором успешного развития рынка является взаимное доверие. То есть когда все обманывают всех, никакого рынка не будет. Ну это, собственно, да, это азы, это то, что Макс Вебер писал о протестантах в Америке, а не вот эту инфраструктуру. И вот даже у Фукуямы, который, последняя его книга «Доверие». Ну вот смотрите, а кто занимает сегодня восстановлением шкалы нравственных ценностей с переменным успехом? А кто кроме школы сегодня реальной? Кто кроме учителя, причем иногда униженного, ну как это сказать, поставленного в нечеловеческие условия? Вот именно поэтому. Теперь по составу, да? Ну вы не поверите, учителя, конечно, бывают разные. Вообще сам по себе возраст, это вещь тоже очень интересная. Я знаю 70-летних учителей, которые уже сегодня владеют информационными технологиями и горят глаза. И тухлых 25-летних, которые только что пришли. То есть сам по себе возраст не определяет. Но, надо сказать, в силу того общественно-политического тренда, социальных настроений, и многих других вещей, и, скажем, и заработок, и много-много-много, конечно, безусловно, огромная проблема с педагогами. И тут есть масса вещей. Потому что, смотрите, вот один из деятелей высшей школы экономики, кстати говоря, ваш коллега, вот был выработан такой называемый, тоже интересная вещь, критерий эффективности вузов. И вот сегодня предложено считать эффективными вузами те, которые набирают лучших студентов, которые набрали наиболее высокий балл по единому государственному экзамену. Но ведь разве вина педагогических вузов, что сегодня они не отбирают лучших, а подбирают тех, кто остался после высшей школы экономики, сэр. Понимаете? Поэтому давайте будем аккуратны на этих оценках. Скажите, вы смотрели, конечно, сериал «Валерия Гайгерманике. Школа». Да, смотрели. Насколько адекватна там картина реальной школы отражена? Ну, вы знаете, мне очень смешно было его смотреть. Вот знаете как, вот у меня не так давно вышла книга «Школа и окрестности». Там и пожёстче случаи я могу привести и так далее. Но это как вам сказать? Вот это очень сложный организм и, конечно, неадекватно. Это я говорю не потому, что я как профессионал, там, ну, я не знаете, обижен, оскорблён и так далее. Вот представь себе, ну, в жизни, в школе, не в школе, школа ведь не на Луне, как писал Корчик. Есть всякие негативные вещи, есть, прошу прощения. Что там, корову оставляют после себя там как-то, да? Вот, но считать, что это всё поле вот такое, это, ну, у меня большая... Ну, то я потом с этим разбирался, мне было это очень интересно. Я думаю, что этот фильм, конечно же, преследовал очень серьёзные цели. Дать возможность общественности пообсуждать то, что можно обсуждать. Ну, то есть, да? Во-вторых, это так вообще согрело душу интеллигентно. Вот, наконец, правда прозвучала. И какая-то неправда. Это, как всегда, одна часть правды. А правда гораздо более стерескопия. Ну, это стерескопия. Не верю. И второй момент. Вот «Германика» блестательный фильм был. Все умрут, все умрут, а я останусь. Она всё там уже сказала. Ну, да, это уже в таком сериальном... Растягивать это настолько серии. Ну, мне просто было скучно. Но там, вы знаете, почему я спросил, по крайней мере, фигура учителя очень интересно подана. И показаны вот это вот, все те коллизии. Тут, собственно, с одной стороны, пресс родителей, который идёт на учителя. С другой стороны, поколенческий разрыв с учениками. И вот, может быть, я как-то более фактурно увидел вот эту фигуру учителя. Потому что, вы знаете, неожиданно совершенно. Ведь учители, да, не все родители, не у всех дети сейчас в школу ходят. Но неожиданно фигура школьного учителя вылезла в связи с фальсификациями на выборах. Оказалось, что вот это вот есть некая генерация таких несчастных людей, которые, держась за свою зарплату или пенсию будущую, вынуждены заниматься вот этими вот некрасивыми вещами. Вы знаете, в «Новой газете» я довольно жёсткую дал на эту тему статью. Причём она была направлена против партии, за которую я всю жизнь голосовал. Хотя я знал, что она никогда не победит. За яблоко. Понимаете, это нечестно бить ниже пояса тех, кто поставлен в это положение. Давайте не брать столицы, где всё-таки много школ. Представим себе, что в маленьком провинциальном городе, и вы на виду. И, понятно, те, так сказать, способы давления и так далее. Понимаете? Я понимаю, конечно, что вот господин Митрохин и многие люди, ещё раз я говорю, что мне по сердцу ближе, именно поэтому я и, ну, так сказать, проголосовав за эту партию, которую заведомо у него. Вот. Понятно, что Митрохин тоже ведь не Ганди, который идёт босым, с посохом. И это не очень честно, потому что это действительно очень независимая фигура. И когда вы будете выкинуты с сломанной ключицы на обочинной дороге и не будете знать, чем кормить свою семью, это не к ним претензии должно быть. Понятно, да? А тем, кто это организовал. Вот это безобразие. Ну, это понятно. У нас, конечно, какая-то такая совершенно порочная структура, наше государство и вертикали, выстроенных всюду, что у нас все получаются зависимые фигуры. Судья – зависимая фигура. Школьный учитель – зависимая фигура. Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, у меня есть хороший друг германский, немецкий, с такой типичной фамилией Мюллер, да, Мельников. У него, да, он в Мюнхене живёт. Вот, он хороший профессионал, занимается консалтингом, преподает в Мюнхенском университете. Ну, в любом случае, как более-менее интеллектуальному человеку, всё-таки финансово приходится крутиться. У него жена. У него жена – школьный учитель Морейли. И вот я потрясён, насколько всю его большую семью, включая родителей, у них трое детей, фактически они зависят от жены школьного учителя. Вот когда она получила этот статус государственного служащего, Беамте у них называется, это всё было для них. Они были обеспечены, поняли, до конца жизни. Это у неё профессия, с которой практически невозможно уволить. Она приносит огромные совершенно какие-то бонусы. Школьная учительница в обычной мюнхенской школе. Ну что, аплодирую и завидую. Здесь не так, как вы понимаете. И здесь вы правы, потому что это тоже любопытная история. Вот я же знаю мощных директоров, красивых, умных. И когда мне говорят про лихие 90-е, у меня кипит мой разум возмущён. Именно в эти лихие 90-е были возможны эксперименты, прорывы очень интересные. Люди не получали месяцами деньги, а глаза горели. А сегодня почему-то погасли. Хотя вот и с деньгами более-менее там и так далее. А какая вот средняя зарплата? Ну я понимаю, по стране сложно сказать, но по Москве средняя зарплата школьного учителя. Рамки хотя бы. Понимаете, какая ситуация? Здесь тоже есть некое такое фарисейство. Она везде разная, эта зарплата. Ну понятно. И я много, мне приходится там консультировать по всяким проблемам, там, работы с больными детьми, там, с ну и так далее. Если по стране выезжать, я не только знаю, внутри кольца, значит, МКАД. Значит, смотрите, что такое сегодня подушевое финансирование. Там, в Москве, там, в старших классах это 110 тысяч на одного ребенка. Умножаем на количество детей, окей. В начальной школе 73, ну, в общем, привлечено. Уже в Подмосковье ровно в половину финансирование одного ребенка. Там, условно говоря, я знаю, регионы, ну, люди же боятся, даже не будут называть, где 18, а где 14 на одного ребенка. Отсюда, в целом, зарплата колеблется очень серьезно. Значит, задача, поставленная московским мэром, московскими властями, ну, где-то не менее 49 тысяч она должна быть сегодня. Страшно говорить, потому что во многих регионах она 14 сегодня. Ну, так, средняя по стране. И в основном это повышение, еще раз говорю, Москва и Питер, и миллионники, ну, не в счет. Потому что более-менее удается поднять там уровень, и то тут есть проблема очень серьезная. На этом фоне возможно ли привлечь какой-то молодой контингент? Или все-таки вот то, что я говорил, в основном, конечно, это люди более старшего возраста, это женщины, 50-летние примерно. Значит, смотрите, тут опять все очень непросто. Если брать такой город, как герой Москва, ну, вот, предположим, вы совершенно владеете там языком иностранным, да, и так далее. Ну, за эти 44 тысячи будете сидеть в офисе и, как сказала мне одна дама, не трепать нервы об детей. Ну, при такой зарплате в любом провинциальном городе, это просто, ну, уважаемая фигура. А потом поймите, не все определяется деньгами. Вот, как-то это люди не хотят понять. У меня есть много молодых людей, в основном это выпускники той же школы, да. Это все-таки очень творческая работа, и она дает удовлетворение. В ней есть смысл, да, то есть нет экзоциального вакуума, это бессмысленности. При одном условии, если учителя не душить рамками там тяжелыми и так далее. Потому что сегодня, в силу многих обстоятельств, школа превратилась в то место, где дети мешают администрации педагогам работать с документами. И в этой ситуации, ну, сейчас был общественный совет преминистров, пытаемся ситуацию как-то разрулить. Поэтому тут не только в деньгах. Тут еще во внутренней свободе. Главное, конечно, документооборот. То же самое, что у врачей часто приходишь. Главное, чем врач занимается, в течение дня это пишет. А тут какие-то еще пациенты приходят. Поверьте, во все времена были, есть и будут люди с горящими глазами, с некой харизмой, которым это интересно. Приходят такие молодые выпускники педвузов? Да, приходят, но тут у них огромная беда. С легкой руки наших уважаемых экономистов, опять обращаясь к вам, тут было своеобразно у нас, мы переняли некую баллонскую систему, которая на Западе, кстати, устроена совершенно по-другому. Не так, как у нас. Взяли формальную вещь, потому что, насколько я понимаю, баллонская система предполагает все-таки очень мощную автономию вузов. Где все-таки выбирают они. Мы взяли двузвенную систему. Ну, вот, бакалавр. Бакалавр и магистр, да. 4 плюс 2. Да, 4 плюс 2. Ну, как это устроено? Опять еще раз, я знаю, как это в Германии, потому что я работаю по инклюзивному образованию с немцами. У нас это устроено просто весомо, грубо. У нас все суверенно. У нас демократия суверенная и эта система тоже. Вот человек 4 года обучается, он бакалавр в филологии. Если честно говоря, то там еще есть большие проблемы. Вот я сижу у этой молодой девочки, которая бакалавр в филологии, и говорю, давай мы с тобой все-таки с некоторыми конструкциями синтаксическими разберемся. Она говорит, вообще мне это неинтересно. Я в магистатуре по психологии. Значит, это будет, извините за грубость, ни богу свечка, ни черта кочерга. Она и филологом не стала, и психологом не стала. Другая история, когда тоже девушка, ну, так получилось, там, все равно будем работать, стараться с ними. Это полуфабрикат мы получаем. Другая ситуация, девушка тоже, там есть проблемы с математикой, с функциями некоторыми. Но она в магистратуре на менеджера образования. Говорит, мне это не очень интересно. Я хочу вот что-то такое оригинальное, мощное, красивое сделать в управлении образованием. Но я не верю, потому что управление все-таки должно быть, это уже объектно ориентированно. Все-таки объект надо знать. Вот здесь, Евгений Александрович, мне кажется, проблема не столько даже в баллонской системе, сколько, в принципе, в качестве образования, даже начиная с школьного. Если человек синтаксически не может грамотно выстроить предложение, это все-таки проблема школы. Это уже такой человек, по-моему, ни за 4, ни за 5 лет в ВУЗе не научится, если он не умеет... Это тоже интересная история, но мы с вами говорили, что ПЭД в ВУЗе, если он часто подбирает то, что осталось после элитных ВУЗов. Это же тоже, понимаете, да? Это всегда у нас так было. Вот как бы считалось, но не поступил в МГУ, идешь в Ленинский ПЭД. Ну да, у Монета иди в ПЭД. Это действительно было, но это опять было связано с определенным, так сказать, отношением. Вот знаете, учитель никогда не жил хорошо. Ни при советской власти, ни при перестройке, ни в годы... А в царской России, как это было в 19 веке? Насколько высок был статус учителя? Вот это очень интересная история. Статус директора школы, это действительно... То есть это генеральская должность. Ну, учитель, ну, тут очень тоже интересно, потому что его содержание равнялось содержанием ссыльно-каторжным. Оно было очень приличным, он мог держать там кухарку, учителя и так далее. Это была все-таки статусная фигура. В основном работали мужчины, что тоже понятно, да. Но это была фигура очень защищенная. Это не значит, что ему было работать легко. То есть там тоже были свои проблемы, но это же был отбор. Они же не занимались всеобщим обязательным образованием. Учили только те, кто хотел, мог и стремился. Это другая работа. Ну да, другой уровень качества. Конечно. И здесь же, понимаете, в чем противоречие? Вот спросите меня, я полностью руками и ногами за всеобщее обязательное полное образование. Это социальная задача. Для того, чтобы эти дети не кололи наркотики, не пили водку и так далее, учить надо всех. И даже, может, не 11, а 12 лет. Я вот объясняю непрофессионально, потому что есть такие дети, как сосуд, наполняешь, он полный. А есть, как сосуд без дна. Но я говорю, стенки все равно надо промывать. Это социальная задача. То есть даже и 12 лет, да, вы считаете? Да, да. А до какого возраста? Да, да. Ну вот смотрите. И вот худо, когда левая рука государства не знает, что делает правая. С одной стороны, мы призваны учить всех. Это закон. Какой бы он ни был сейчас, предыдущий, он будет всегда за это. А с другой стороны, требуется высокое качество. Ну, то есть обучение, высокая сдача ЕГЭ и так далее. Давайте определимся. Та учительница, которая учит детей из маргинальных семей, там, где пьют и так далее, и учит их, и держит в школе любой ценой, и привлекает к себе, ей надо давать вообще звезду героев соцтруда. С одной стороны, она даже деньги приносит, потому что деньги дадут ученикам. Но она будет поймана как фортификатор при первой аттестации, потому что эти дети, в принципе, не могут дать высокого качества. Понимаете, да? Отсюда задача гармонизации вот этой социальной функции обучающей. Потому что сегодня очень тонкая вещь происходит. И она ужасно, кстати говоря, тут огромные дырки в законах и так далее. Вот там многое. Закон — это отдельная тема. Мы сейчас утонем. То есть он все обсуждается, мы спорим и так далее. Ну вот маленький эпизод, чтобы понятно, о чем я говорю. Вот мне звонит директор лицея там в Нижнем Новгороде. Полная катастрофа. Почему? Пришла прокуратура. А мальчика не взяли в элитный математический класс. Ну вообще-то с кривыми ногами в балет не берут. Но родители настаивают, и по закону он не имеет права отбирать. Это как? Не имеет. И в принципе любой... Что же вы удивляете, что они потом приходят и какие-то синтезооксические... Тут надо действительно всю эту цепь рассматривать очень честно, очень мощно. Понимаешь, что это две задачи. Это разные истории совершенно. И их надо решать. Гармонизировать. Социальный обучающий функций. А мы обходим эти острые углы везде. В законодательстве, в финансировании. Понимаете меня, да? До какого возраста вы считаете? Вот опять-таки, возвращаясь к той же Германии, которая уже четвертый или пятый раз в нашем разговоре возникает. Такое, да, социально ориентированное государство. Вот вспоминая свою жизнь в Германии, я часто помню, я видел каких-то школьников 18-летних, там уже здоровые лбы такие, шли в зоопарк со своим учителем. В университетах я там вообще не говорю. Лет до 30 в университетах там остаются немцы. Вот. У нас, мне кажется, совершенно другая установка. Поскорее выпихнуть в жизнь. Вот. Первую работу получить. В УЗ, я вижу, у нас уже там в той же высшей школе экономики старшие курсы половина уже работает. Ну, хотя у нас это меньше, наверное, чем в других вузах. Да, да. Но все равно это во многих вузах так или иначе делается. До какого возраста, вы считаете, необходимо учить человека, вот держать его за этой школьной скамьей, удерживать его от взрослой жизни? Нет, одно, что значит удерживать. Послушайте, ну, во-первых, вы удивитесь, что дети рождаются разными. Одни с карими, глазами другими с голубыми. Ну, то есть, это метафора, конечно, да? И они развиваются гетерохронно. Один, извините, уже так зрелый, чуть ли не к 16 годам, мощный, знаешь, а другой еще определяется. Это зависит от массы факторов, часто непредсказуемых. Поэтому вопрос не держать. А иметь те каналы социализации, иметь те каналы их адаптации. Ведь посмотрите, что вот мы говорим, там массовая нас куча вузов каких-то, их надо закрывать, там, и все, одну марку закрывают все. Мы уже половину педвузов закрыли, присоединили к классическим университетам. Ну, это же совершенно другой профиль, там же что там, методику, дидактику им читают. Ничего им там не читают. То есть он пускает просто филолога, да? Просто филолог. Стандартный филолог, иди, преподавай русский. А его выносят из класса, потому что сидят дети с девятным поведением, дети с синдромом дефицита внимания. Потому что это вот наш уважаемый президент предыдущий, он сказал такую вещь, ну, думаю, что поторопился, что вообще их любой может учить, надо курсы открыть, мы обучим и так далее. Надо отдавать себя отчет, что учитель физики — это не просто физика, это специалист по ребенку. Учитель истории — не просто историк, а специалист по ребенку. И это все огромные психопедагогические знания, дидактические и так далее. Потому что в той же Германии вы учитесь на математике, но вы идете параллельно на так называемый факультет дидактики и добираете, и тогда это другая магистратура. Они не разрознены, как у нас. Но возвращаясь к вашему вопросу. Дело в том, что... Ну, почему они все идут в институты? Да потому что это социальный сейф сегодня. Если бы у нас был довольно мощный малый бизнес, его не душили. И они семьи могли бы раз. Если бы была армия профессиональная, не боялись за мальчиков — два. Если бы были какие-то перспективы социального лифта — три. Ну, понятно, да? Поэтому я рассматриваю сегодня высшее образование как социальный сейф, отложенный. Ну, чтобы там в армии не побили, чтобы здесь... Ну, как потом... 80% у нас сейчас идут. В СССР, по-моему, было 20, сейчас 80%... Ну, 20% не было, это ложные цифры. Там было 52 или 50, но я боюсь сейчас соврать. Это тоже ложные цифры, да? Почему идут? Я объясняю. Теперь возьмите систему профтехобразования. Ну, вот вы меня извините, конечно, и в Германии тоже ведь. Фактически ее финансируют фирмы. И они готовят под себя. Но они имеют налоговые льготы довольно мощные. Они проводят стажировки. И совершенно не обязательно ему сидеть до конца. То есть он может пойти через профтех и так далее. Я видел в Финляндии, знаете, какое училище? Для детей с криксонных. Ну, то есть с проблемами в развитии. Знаете, кого они выпускают? Консьерж. Консьерж – это не бабушка, которая сидит. Это комплексный рабочий на любой этаж. Хотите электрику, хотите сантехнику. Ну, да, да, да. А поскольку эти дети чрезвычайно исполнительны, они не могут нарушить. Они, знаете, вот, ну, как бы, вот это такая пункция есть. Драка идёт в элитных домах, чтобы взять на хорошие зарплаты. Понимаете? Поэтому кого-то 12, кого-то, ну, надо, чтобы эта система заработала. Но она не может. Школа же не на Луне. То есть общий континиум должен быть другим. Сейчас, вот сейчас говоря о, собственно, строительных блоках образования. Вот мы попробовали обсудить, сколько по времени. Это действительно разное, вариативное. Для кого как, да. Да, для кого как. Но вот какое, по-вашему, должно быть, по крайней мере, на начальных этапах соотношения гуманитарных и, естественно, научных дисциплин? Потому что у меня такое ощущение, что сейчас всё больше и больше сокращается гуманитарная компонента. Это трагедия просто. Я об этом не устаю писать и говорить. Сокращение контента гуманитарного образования есть удар по системе нравственных ценностей. И этот ранний прагматизм, я уже не говорю, что есть исследование. Знаете, я уже, знаете, уже есть эксперименты, жутко смешные, экономика для самых маленьких. И я там это, когда сказку читал, я не хочу рекламировать. Ребенок должен сказать, как на свете то зовётся, что до деньги продаётся. Это не чудесный дар, называется товар. Жуть с ружьём. И тогда меняется система уже нравственных ценностей уже в начале. Знаете, да, знакомое буквально издательство выпустило книгу, с большим уважением не буду говорить, я отношусь к этому издательству, но вот меня покоробило. Для лидерства для малышей. Как вашему малышу стать лидером. Вот как-то вот эта экономизация, вот эта маркетизация настолько низко проникла. Нет, она не только проникла. Она же на этом построена, понимаете, отчурдение людей и детей. Вот мы только вчера на одном канале ночью обсуждали проблемы детских самоубийств. Мы сегодня лидируем. Когда-то была Дания, Венгрия, а мы сегодня на первом месте. А что вы хотите? Сегодня, ну, давайте там частотный словарь возьмём. Такие вещи, как карьерность, успешность, амбициозность, они с положительной коннотацией. Ну, я не знаю, конечно, старше вас, но в наше время там карьерное воспринималось как вообще, ну, да, самодостаточное. Объявление в газете, самодостаточный там молодой человек ищет самодостаточную невесту себе. Ну, если вы такие самодостаточные, зачем вы друг другу нужны? И в эту установку, а ты должен быть первый. А дальше возникает трагедия, фрустрация, стрессы. Его выгнал тренер из команды самоубийства. Он не сдал ЕГЭ, да провалился он пропадом, потому что никакие отметки не стоят вообще человеческой жизни. Это уже трагедия. Не поступил в УЗ трагедия. Это же тоже стресс ЕГЭ, вот я знаю, вы убеждённый противник ЕГЭ, но вот эта вот система квантификации постоянных тестов, которые уже, по-моему, до младших классов докатываются. До корней. Я не противник ЕГЭ, как одной из форм, то есть, вернее, внешней приёмки. То есть, я верю и нужно, чтобы оценивала работу учителя. Не сам учитель, здесь я согласен. Но здесь, понимаете, в чём дело. Это долгая история. Но это взяли либеральные, демократические инструменты, пришили к нашей медвежьей вертикали. Что это значит? Вот мы вчера боролись, вроде бы решили совет преминистров, мы вчера так три часа заседали. Ну, просто волком, снимите с губернаторов критерий их работы, показатель сдачи единого государственных игр. Ну, это как у милиционеров там эти палки, у директоров школ ЕГЭ, да? Ну, дело в том, не у директоров, у губернаторов. Это хуже, потому что за что должен отвечать губернатор? За материально-техническую базу школы, за зарплату учителям. Но как только начинается социалистическое соревнование между регионами, это значит, что администрация будет давить на управление, управление на директоров. Вот вам источник классификации, понимаете? Это вот одна сторона. И, конечно, тестирование только один из способов проверки знаний. Конечно, не единственный, тоже очевидно. Ну да, да, в самом деле, вот это вот рыночное маркетинговое общество, оно пытается всех как бы ранжировать и квантифицировать, да, в такие вот жесткие-жесткие рамки тестов. Мне кажется, как можно позже, мне кажется, ребенок должен подвергаться. Конечно, конечно, конечно. Понять некую цель, что жизнь, она целостная, органичная. Естественно, но этот тренд американский в основном. И европейцы мне тоже жалуют, что он их тоже захватывает. То есть это вот вещь, которая идет по всему миру. То есть если кого-то утешит, мы не одиноки в этой ошибке. Мы не одиноки в наших страданиях. Это небольшое утешение, но давайте с ним останемся на перерыв. И снова добрый вечер. Это программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Сегодня в гостях у нас знаменитый школьный учитель Евгений Александрович Ямбург, директор Центра образования номер 109, более известного как «Школа Ямбурга». Ну вот поговорили мы о статусе школьного учителя, школьного директора, о том, какие сложности сейчас у нас с корпусом учителей в России. Давайте поговорим теперь с другой стороны, об учениках, о детях. Как изменились дети, школьники за последние 20 лет? Вот вы в интервью часто говорите о некой генетической усталости. Что вы имеете в виду? Нет, одну секундочку. Это вот разные вещи. Я говорю о серьезной проблеме, которая обходит стороной. Дело в том, что в тех странах, которые являются цивилизованными, культурными, европейскими в частности, а мы принадлежим к ним, там, где применяются мощнейшие медицинские, медикаментозные методы, нарастает генетическая усталость. Кстати, и у немцев, я тоже об этом говорил на одном из конференций в Подсдаме, скажем так, но не на той, на которой. Вот это означает, ну, я должен быть очень здесь осторожен, потому что здесь невозможно огрубление. Ну, скажем, мы обязаны, и действительно, уже пятимесячного по европейским нормам ребенка вытаскивать, то есть так, как это положено. И мы будем бороться за его жизнь и так далее. Но мы должны понимать очень хорошо, что там не может не быть проблем. Там могут быть мозговые дисфункции, там диабет, там какие-то вещи, связанные, так сказать, с синдромом дефицита внимания и так далее и тому подобное. Дальше идет рождение следующего. То есть накапливаются эти вещи. Более того, чем более цивилизованная страна, тем ниже рождаемость. И в Дании, в Норвегии были дискуссии «Дети крадут счастье». Ну, потому что современная европейская женщина, для того, чтобы почувствовать себя матерью, ей достаточно одного ребенка. Рожает она ближе к сорока, когда есть серьезные могут быть проблемы. Но когда она уже решила проблемы бизнеса, карьеры и так далее. Теперь возьмем, политкорректно говоря, традиционные народы, где, как в старинных русских семьях, 10 родилось, трое умерли, остальные нормальные. То есть там, где нарушается естественный отбор, идет. И это не значит, что это делится нарушением интеллекта. Это значит, проблем очень много. И этим проблем нужно заниматься, сохраняя медицинские, психологические службы, сохраняя дефектологов, психологов, потому что, ну, что-то Бог дает, а что-то Бог и забирает. То есть вот ребенок с синдромом дефицита внимания, ну, он может быть блестящим бизнесменом, с колоссальной энергетикой, умеющий делать несколько дел сразу. Синдром дефицита внимания – это что? Это вот что. Это между нейронами мозга отсутствуют связи, а сигнал идет в 10 раз быстрее. Ну, говоря простым языком, уже в детском саду видно, что этого ребенка шило в одном месте. Он больше полутора минут игрушку не держит. Из гиперактивности. И дефицит внимания сосредоточиться не может. Значит, дальше он приходит в школу, говорит такому ребенку, будь внимательным, все равно, чтобы слепому присмотреть. Он не виноват. С ним надо уметь работать. Его надо сопровождать, начинать. Чем раньше мы начнем, тем больше поможем. Или, например, там девочка родилась, была асфиксия в природах, кислород не поступал в мозг, несколько секунд или полминуты, образовалось некое пятно в подкорке, мозговая дисфункция. Абсолютно с охранной ребенкой, с интеллектом, со всеми. Но, скажем, она блестящей, там решает алгебру, но у нее здесь проблема с мышлением объемным. Полный, как говорят дети, тормоз в геометрии, стереометрии и так далее. Это не значит, что это плохой ребенок. Если этим заниматься от трех, грубо говоря, до десяти лет, можно все поправить. Но для этого нужно содержать в Штатах дефектологов, психологов. Сегодня повышение зарплаты по всей стране педагогов произошло за счет оптимизации штатных расписаний. Эти люди оказались лишними. Это все, как одна журналист написала замечательно, это все равно, что повысить зарплату пилотам вдвое и убрать диспетчеров на аэродроме, понимаете? Поэтому не безнадежно, не трагедия. Но это мы говорим только об одной стороне. А если говорить, ну понятно, что есть и сохранные дети. Ну, слава тебе, Господи. Они, конечно, меняются. Сегодня даже четырехлетний ребенок, которому показывают книжку, делает характерное движение пальчиками, удивляется, почему это изображение не увеличивается. Ну, то есть, они привыкли работать уже в этом формате. Другое не текстуальное, а визуальное, поколение визуалов. Поколение визуалов. Ничего трагического. Это тоже нужно просто учитывать. Понимаете? А вот с книгами, как их отношение с книгой? Вот рассказываю. Если брать, значит, такие довольно серьезные, верифицированные исследования академика Супкина, он занимается социологией образования, то средним сегодня подросток читает 4,5 книги в год. Это кошмар. Понятно, что под дулом автомата, вернее, школьного учителя... Подросток, который должен глотать это вообще как пилюли. Ну, это вы знаете, что вы не удивляетесь. Опять не хочу никого утяжать. Общемировая тенденция. И господин, который руководит всей ИКИ, а у него нюх на тренды, в прошлом году дал команду прекратить производить книжные полки. Чудесные, чудесные. К счастью, это касается нашей с вами любимой Германии. Книжный шкаф Билли. Нет, пока это касается только Германии. А как вам то, что немцы издали комиксы по истории фашизма? Там многие физиономию отворотили. Ну, что же такое несерьезное? А как по-другому? Если они так это видят. Понятно, да? То есть это тенденция. Но я вам хочу сказать, что... Как всегда. Но вы с этим не считаете, что нужно бороться? Может быть, ведь ваша школа, она, так скажем, более высокого уровня, более элитная. Что нужно прививать детям вот эту вот культуру книги. Они должны быть окружены книгами. Во-первых, у меня школа никакая не элитная. У меня учатся и коррекционные. У вас разные, да. Но по качеству на выходе, так скажем. Вот. И в этом смысле я вам должен сказать, что, конечно, мы не просто боремся. Я считаю, что это вот... Сейчас нужна такая мобилизация культурных ресурсов, мощнейшая совершенно, да? И можно и нужно фактически обращать книги. Есть миллион способов. Учитывая, кстати, их способы, ну, условно говоря, визуального восприятия тоже, да? Учитывая, что они долго не сидят. Это они требуют интерактивных всяких методов и способов. Но здесь, как вам сказать, это опять проблема тянет за собой миллион других проблем. И они связаны и с абсолютно, на мой взгляд, фрагментарным построением курса истории. Это концентр, это вообще беда полная. Вот мы сохранили, несмотря на жесточайшее давненослинейное история. То есть, грубо говоря, дети изучают историю средних веков. Параллельно литературу средних веков, мы сделали хрестоматии. Мировую художественную культуру средних веков. Потом они изучают историю. То есть, сначала древний мир, конечно. Ну, понятно, да. Потом дальше, да. Дальше, дальше. Дальше, дальше. То есть, вот этот гештальт управляемый, когда они пропитываются этой историей. Понятно, что сначала, вы знаете, без насилия тоже нельзя. Вот отрицание принуждения в образовании есть отрицание культуры. Вот доктор Спок не зря провалился и в конце жизни отказался от своих воззрений. А мы по-прежнему по Споку. Потому что такое количество истериков два поколения вздрогнули. Эти залюбленные дети делают, что хошь, мы тебя не трогаем. Они, когда выходили во взрослую конкурентную жизнь, там такие фрустрации, такие стрессы были. Поэтому я не за то, чтобы школа была тюрьмой. Но, с другой стороны, если на фронтоне школы выбить из пошлого шлягера девиз «ты скажи ребенку, ты скажи, что тебе надо, я тебе дам, что ты хошь». Вот, ну, не сердитесь на меня, я понимаю, что ни одна теория свободного воспитания, они все провалились. И очень неудачно был Леонид Николаевич Толстой, как педагог на самом деле, понимаете. И многие другие эти эксперименты нам известны, но не понаслышке, а что происходило на самом деле. Ну, не получает и не может быть, не может быть все весело. Ну, ничего. Ну, то есть, да, книги надо приучать, книгу надо их учить, читать, любить и воспринимать. Конечно, конечно, конечно. Это труд. Потому что это же другая сторона, вот вы говорите, синдром дефицита внимания. А это, вот я даже не знаю, это что, расстройством считается? Потому что, глядя на современную культуру, я вижу, что она вообще страдает синдромом дефицита внимания. Это клиповая культура, клиповое сознание. Я-то говорю, скажем, о медико-биологических вещах, а вы говорите о культурологических. Понятно, что это с одним... Ну, как две стороны, одна медаль, я думаю. Да, две стороны, одна медаль, потому что, безусловно... Ну, вот я один приведу, это жутко смешная тоже история. Вот они, два-три года назад, ребятки, они запали на аватары. Ну, раз они смотрят, я обязан говорю, ну, ничего там плохого нет. Величайшие технологии и так далее, и тому подобное. То есть, это вот компьютерные все, это фантазии полно. Ну, как говорит, Игорь Савченко, я говорю, знаете, вот мне скучно было смотреть, потому что там все идеи правильные. Там нельзя природу нарушать, чужую лезть. Ну, говорит, ну, знаете, давайте посмотрим условно анти-аватар. Чего это такое? Говорит, фильм с Солярией, с Тарковского. Только я вас предупреждаю, что я в вашем возрасте был крайне необразованным человеком. Я, правда, сказал дебил. Ну, так извините, это нехорошо, не понимаете. Я начал понимать с пятого раза. А вы, как бы, мне кажется, должны там с третьего. Ну, чуть-чуть поговорили, начали, но никто же не хочет себя чувствовать. А пересмотрели какие-то вещи, опять не понимаю. Можно переписать. Нет проблем, берите домой. Через две недели приходят родители. Я говорю, потом, спасибо, что, вы знаете, впервые появились общие темы с детьми. Это 40-летние родители. С Солярией посмотрели, да. Вместе, да, потому что можно Тарковского. Я не говорю, что сразу. Это сколько, какой класс, сколько лет? Десятый-одиннадцатый. Десятый-одиннадцатый, да. Десятый-одиннадцатый, понимаете? Дальше. Никогда не забуду, но это опять вот. Раз визуальное, да получите, распишитесь. Визуальные вещи. Показал я им фильм Гарри Бардина «Белая ворона» или «Адажу». Я говорю, понимаете, вот там, кроме бумаги и музыки, нет ничего. Но там вся матрица культуры. Ну, помни этот фильм, да? Да, да, да. И там 10 минут экранного времени. Говорю, видите, вот хай-класс. Я не отрицаю вот сегодняшние эти... Но технология, она всего лишь навсего технология. А есть вещь поглубже, чем технология. А они учатся у вас писать тексты? У нас учатся. Но, как вам сказать, вот мы вчера спорили на Совете по образованию министра, потому что это вот тоже к вопросу о едином государственном экзамене. Ведь даже то, что сейчас вели тексты, ну, типа эссе и так далее, но ведь это тоже ужасно. Мы воспроизводим плохую публицистику 80-х годов. Это не написание сочинения в прямом смысле этого слова. Это тоже некая дрессура. Поэтому писать тексты, они, безусловно, учатся. И мы все-таки не отрицаем традиционных способов, ну, оценивания их именно по текстам. А второй момент тоже очень интересный. Еще раз говорю, это не значит, что мы во всем успешны. Поверьте, я совершенно не хочу рассказывать, что мы взяли Бога за бороду. Три раза получается, два нет. Потом опять три получается, один нет. Ну, понимаете, да, как это все, да? Более того, мне очень нравятся вот те работы, где они должны анализировать нечто необычное. Давайте посмотрим. Вот берем, скажем, фильм Акира Курасава «Идиот». — Угу, экранизацию его, да. — Слушайте. Или «Идиот», например, российский. С Мироном, кстати, очень тоже неплохо. — Но новый, да, не тот старый с Яковлевым, да. — А можно и третий. Что еще интереснее. Первое — шок. Ничего не поймем. Во-первых, они все какие-то восточные, все с узким разрезом глаз. Во-вторых, дело происходит в 1946 году. — На пароходе. — На пароходе. — Да. — Да где же здесь Достоевский? Единственное, что там отдаст, вроде, однозвучно звенит колокольчик, эта мелодия, и идет снег. Ну, и в России там идет снег. И начинаем, второе, я говорю, слушайте, я говорю, слушайте, а ведь помните, он говорит, что его расстрелили. Действительно была война, его могли расстрелить. Видите, он стоял там в третьем, втором ряду, и говорит, слушайте, а это же дневник Достоевского. Он же стоял. Вы понимаете, что здесь Достоевского больше, но не прямого, чем там, условно говоря, в буквальном прочтении. Вот если сталкиваются эти вещи, вот тогда получается и тексты интересные. Понимаете? Это же вопрос, видите, а так можно из интернета любой скачать. Это вопрос педагога. Культурно насыщенного. Понимаете? Нужно ли как-то ограничивать их взаимодействие с современной технологией? Или это бесполезно? Ну, здесь телевизор, я имею в виду. Понятно, что с интернетом сложно. Как-то вы стараетесь это делать? Ну, не знаю, там, в вальдорфских школах вообще же там телевидение запрещено. Ну, вы не поверите, я жил в Англии в вальдорфских школах и так далее. Ну, понимаете, Робинзонада не пройдет. Как писал Великий Корчик, школа стоит не на Луне. И я вот глубоко уберен, понимаете, ну, вот, как бы сказать, не надо говорить, что, скажем, поэт, нет, ну, не будем говорить, поэт Иванов плохой поэт. Научите любить Пастернака? Ну, то есть не отрицательное, ну, понятно, да, так сказать, вот надо привить вкус, и тогда не страшен никакой интернет. Вот в чем дело. А любой запретный платон сладок. Ну, да, да. То же самое, мне кажется, со всей этой сейчас эпидемией 16+, но только обратный эффект имеет. Ну, там много чудных вещей с этой 16+, я даже не хочу, потому что мне это просто не очень интересно. Хотя я вам должен сказать, что вот я спрашивал, товарищи, ну, хорошо, как вы понимаете, я не сторонник абсцентной лексики, да? Ну, вот, слава тебе, Господи, мы изучаем Александра Александровича Солженица на один день. А как быть со смехуёчками? А с маслицем? Фу, яслицем. Если это лексическая характеристика героя, что, изымем из программ? Да нет. Ну, в общем, понятно. Ну, да, тут, конечно, очень тонкие границы. Очень тонкие границы, конечно. К вопросу о границах. Вот нынешнее поколение детей, мы говорили об их отношениях с интернетом, каково их отношение с новой демографической ситуацией? Потому что это то, с чем моё поколение совершенно не сталкивалось, и вот это совершенно новая Москва, особенно вот этот вот замес демографический. Это очень сложная вещь. И когда я говорю о новых учительских компетенциях, чем он должен владеть, и никогда не овладеет в классическом университете, и это нужно специально заниматься, одна из них — это работа с детьми с разными, ну, инклюзия, здоровыми, больными, а вторая, извините, русский как иностранный. Это новая компетенция учителя, потому что сегодня есть классы в крупных городах, в Москве, где уже больше не говорящих по-русски, и в семьях не говорят, и уже русский как иностранный — это опять новая вещь, которая не в классическом университете. Но дело не в этом. Есть и более глубокие вещи — это дети с другой ментальностью. Значит, отсюда педагогика, она всем по себе девушка ветреная. Она должна, она не моногамная, то есть она должна дружить и с философией, и с психологией, и с культурологией, и с этнологией и так далее, потому что это уже понимать, как работать в этой, чтобы, скажем, элементарный бытовой конфликт, неподелённая девушка не превратилась в битву диаспор, в такую школьную кондопопу, понимаете, да. — Опять новая история. И тоже не трагедией, если не заниматься. Правда, должен вам сказать одну довольно жёсткую вещь. Дело в том, что австралийские исследования показали, что формирование толерантности возможно до шести лет. — Да вы что? — Да. — То есть это закладывается только на семейном уровне, на вот этом… — Ну, или в грамотном детском саду, где они занимаются, да, ну, до шести с половиной. Нет, можно лекции читать про толерантность, но это как бы другая тема. — Уже будет накладываться на какие-то структуры, которые будут говорить, вот хачики, вот жиды, вот это самое. — Да, совершенно верно, да. И это надо иметь в виду. Но тогда, вы понимаете, меняется, так сказать, ну, скажем так, вот я смотрю стандарты детского сада сегодняшнего. — Уход и присмотр. Главное. Как будто бы на дворе мирные шестидесятые-семидесятые годы. Понимаете? Там другая история должна идти уже. — Я думаю, какие в Америке, скажем, есть программы, когда с самого начала у них какой-то этот… Прямо даже советские такие, знаете, там месячника, я не знаю, там дружбы с индейцами. Месячник дружбы чёрных и белых. — Тут, конечно, меня смех раздирает, потому что тоже это… Здесь такие лобовые ходы, как в Америке, не пройдут. — Ну, там-то работает. — А мы другие. Это тоже надо понимать. Вот они в этой ситуации как бы более наивные. Здесь только трепались, обманывали и врали, что сегодня словам не верят. Но есть другие ходы, поверьте, но это тема другой передачи. — А вообще вот, да, да, вообще на вот этом вот детском уровне, на низовом уровне вы наблюдаете рост нетерпимости? — Понимаете, в чём дело? И да, и нет. — Потому что я поясню, меня огорошивают, потому что я вот, я не знаю, вот и вы, и я из какого-то другого поколения, во-первых, из советского, и во-вторых, я всё-таки какой-то прошёл вот эту школу 90-х годов, вот этот вот замес. — И меня иногда мои собственные студенты у нас в высшей школе экономики просто ставят в тупик какими-то, ну как же делать? У меня брат ходит в школу, у них там одни чеченцы в классе. Как ему быть? Как ему жить дальше? — Во-первых, это действительная проблема, это другие реакции, это другая совершенно, то есть это отдельный долгий разговор, а во-вторых, я вам хочу сказать, и да, и нет. — Это очень зависит от того, что заложено в семье, в саду, и это очень зависит, как устроена школа. В принципе, школа достаточно агрессивное учреждение, при всём при этом, ну если брать особенно установку на успех, там любой ценой, там быть первым и так далее. — Ну есть миллион всяких способов сделать её всё-таки очеловеченной. Вот вы входите к нам в школу, у нас висит не портреты членов предбюро, вот, а дружеские шаржи на учителей, при всём директора. Стоит кукла директора, это мелочи, казалось бы, понимаете, в канцелярии и так далее, но человек должен войти и улыбнуться. То есть это зависит от уклада, от традиции, от атмосферы, которая складывается десятилетиями, как в театре. За один год это не сделать. То, что нарастает общая агрессивность в обществе и депрессивность, мы это прекрасно понимаем. Есть причины, это не случайно происходит. Но всё-таки всегда есть возможность, знаете, как у Пушкина, нам целый мир чужбина, отечественного, можно сделать некие... Это не значит, что не будет проблем. Вообще подумать, что такое, вот сейчас вспомнили, царско-сельские лицеи, сколько их там было? Человек 30. Один выпуск, один выпуск перевернул вообще российский XIX век. Ну, давайте вспомним, что и Салтыков-Щедрин был последним выпускником лицея Михаила Ивановича. Ну да. Да, да, да. Это, кстати говоря, вот об оптимизме и пессимизме. Знаете, я всё-таки не пессимист, потому что мне когда... Я пытаюсь объяснить, что культура всегда развивается очагами. Так не будет, что все будут культурные. И Пушкин, и Гоголь с базара не понесут, не верят. Но был такой безумный проект, когда учитель 12 учеников решили переделать себе и весь мир. Один ученик оказался неудачным, Иуда. Хватило на тысячу с лишним лет. Вот у меня две тысячи, а была такая маленькая незаметная школка, где было всего 26 мальчиков. Хватило на 200 с лишним лет российской культуры. Так всегда было. Культуру держат на плечах творческое меньшинство, о них надо тоже заботиться. К вопросу об отечественном царское село. В какой степени вы считаете нужны? Нужно ли вообще преподавать какие-то патриотические ценности? Это как относиться. Вот для меня патриотизм, я сейчас объясню, и в этом смысле я не встречаю понимания. Иногда даже средникальник. Это в равных долях чувство гордости любой нации, народа и чувство стыда. Потому что в каждом народе есть свой скелет. Понимаете? Скелет в шкафу. Обязательно. И об этом надо разговаривать. И я вам должен сказать, что попытка уйти от этого, тут ведь большие, ну вот вы помните, конечно, вы же образованный человек, был русский философ Соловьев. У него есть лестница Соловьев. Каждый народ, он имеет там четыре ступени. Самосознание, самодовольство, самолюбование и саморазрушение. Вот чтобы не было саморазрушения, а мы-то где-то уже к самолюбованию подошли. Причем этот таракан в головах не у детей, а у взрослых. Я сижу на одном высоком собрании, где обсуждают, причем там уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Там, значит, депутаты, кстати, молодое поколение, я уже оснулся, там замечательные актеры. Обсуждается вопрос, как воспитывать историю. И вот я понимаю боль генералов, ветеранов. Они считают, что обсуждение вопросов цены победы, ошибок командования, это как бы унижение их. Ну, можно понять, особенно понимая, как они воспитывались и так далее. Хотя мне кажется, что наоборот, то, что они должны были своей жизнью и максимальным напряжением сил исправлять ошибки командования, это не унижает их, а наоборот, ну ладно. Их предложение сделать один правильный учебник истории. Я как бы аккуратно объясняю, очень высокий уровень не буду называть. Я объясняю, что уже был у нас краткий курс в АКПБ. И дальше в зеркале, но навязывание недомыслия не спасло страну от развала. И особенно в условиях интернета мы никуда и не уйдем. С ребятами надо честно разговаривать. Конечно, не с малышами, понятно, да? Тогда берет слово «актер». Замечательно, я очень люблю романтический актер. Он говорит, это план Даллеса по развалу там ментальности России. Даллеса он видел только в кино. Он с ним вместе играл. Выиграл Шалевич Даллеса. Не обижает его человека. Он искренне говорит, знаете, вот любой историк знает, что это миф. Не было никакого плана Даллеса. И тут слово берет женщина-депутат, возглавляющая серьезный камень. Как же так? Плана не было, но все же сбылось. Но как на это, понимаете? Если чиновник высокого федерального уровня говорит, что, ну, очень высокого, отвечающего за целое направление, близкое нам с вами, говорит о том, что в истории факты не имеют значения. Важное отношение. Если ты любишь свою историю, ты напишешь положительную. Ну, это же факт. Или одно из выступлений, как историки, хватит копаться в отечественной истории. Звучит, как запрет на профессии. Ну, и не поможет же, понимаете? Согласен. Не поможет. Согласен. Но, к сожалению, время наше в эфире уже подошло к концу. Мне остается только поблагодарить Евгения Александровича Ямбурга, директора Центра образования номер 109, школы, где учат, что патриотизм — это не только гордость за страну, но и стыд за страну. В школе, где вместо портретов членов политбюро висят карикатуры на учителей. Потому что мне кажется, что чувство памяти и чувство юмора, чувство иронии — это одни из двух важнейших столпов образования и ощущения себя человеком в этом мире. Благодарю вас за участие в этом эфире. За пультом был Иван Куприянов, продюсер программы «Дина Турбовская». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Спасибо.